здравствуйте в эфире передача анатомия болезни с колес встречается только у людей с этим заболеванием живет около пяти процентов людей в мире восьмидесяти процентов случаев причина возникновения искривлений неизвестно такие сколиозы называют идиопатическими что означает болезнь сама по себе еще 20 процентов сколиозов возникают из-за врожденных деформаций позвонков и различных заболеваний например таких как полиэмилит после травм и несчастных случаев и даже из-за серьезной разницы в длине ног идиопатический сколиоз встречается у девочек чаще чем мальчиков и требует лечения по статистике на одного мальчика со сколиозом приходится около 10 девочек с этим заболеванием так как справиться с этой болезнью об этом мы поговорим с врачом физиотерапевтом реабилитологом сайдой керимовой здравствуйте сайда хану здравствуйте как понять что у человека позвоночник кривой ведь мы его не видим да на самом деле позвоночник мы не видим и спину увидеть тоже трудно но есть раз ряд признаков которые можно увидеть и по ним заподозрить что есть какая-то деформация например разница в уровне плеч выступание одной лопатки разница в уровне тазовых костей то есть на уровне таза разница в линии талии с одной стороны она может быть более выгнуты с другой стороны более сглаженной все эти признаки могут навести на мысль что есть какая-то проблема и требуется дальнейшее отследование ну и конечно в первую очередь нужно отметить детей потому что сколиоз чаще всего возникает детском возрасте в школьные годы и дети вряд ли что-то могут заметить у себя сами здесь основная ответственность ложится на родителей и на врачи которые работают с данным контингентом это детские ортопеды это детские участковые врачи педиатры так далее а почему сколиоз еще называют болезнью роста что это значит у высоких людей риск больше или что сколиоз сам по себе как я уже отметила чаще всего развивается в детском возрасте идиопатический сколиоз там мы о нем говорим и прогрессирует чаще в период интенсивного роста организма то есть это между 10 и 18 годами также можно отметить есть такая небольшая прослойка пациентов но на них я тоже хотела бы обратить внимание есть детишки которые получают гормоны роста в связи со своей низкорослостью да они получают гормональное лечение и у этой категории пациентов даже небольшое искривление под действием этих гормонов роста может перейти в сильную деформацию поэтому на них нужно особенно обращать внимание насчет высоких людей ну высокие люди как-то принято что они чаще сутулиться чаще вынуждены приспосабливаться под уровень стола стульев где они сидят возможно это тоже влияет а какие степени сколиоза существуют и как их диагностировать сама диагностика сколиоза складывается из нескольких этапов первую очередь это конечно визуальный осмотр мы просто осматриваем пациента на предмет каких-то асимметрий да если есть подозрение на деформацию на сколиоз мы направляем пациента на рентген на рентгене уже отчетливо видно искривление и в зависимости от градуса искривления он измеряется в углах коба мы подразделяем сколиоз на степени и в основном выделяют четыре степени сколиоза до 10 градусов до 25 до 50 и выше 50 а какие виды сколиоза существуют есть разные классификации сколиоза но чаще всего применяется классификация где выделяют три три вида основных сколиоза это врожденный сколиоз нейромышечный сколиоз и идиопатический сколиоз врожденный сколиоз чаще всего связан с дефектами в развитии позвоночника здесь могут появляться половинчатые так скажем позвонки геми вертебры блок вертебра различные дефекты которые в дальнейшем приводят к развитию искривления нейромышечный сколиоз встречается при различных поражениях нервной системы таких как детский церебральный паралич при различных мышечных дистрофиях и так далее и основная группа это идиопатический сколиоз как видно из названия его причины до сих пор не известны есть факторы которые могут предрасполагать к появлению этого заболевания но основной причины до сих пор неизвестно и эта категория составляет 80 процентов искривлений а что в принципе такое предрасположенность сколиозу это значит что если у мамы был сколиоз то ребенка тоже он будет сам сколиоз идиопатический сколиоз опять хочу подчеркнуть основные его причины возникновения неизвестны здесь выделяют несколько факторов которые могут вместе взаимодействовать и создавать некий фон для возникновения этого заболевания но ни один из этих факторов до сих пор не доказан как основная причина заболевания сюда относится и генетический фактор сюда относится и например состояние дефицита витамина d кальция рахит неправильная осанка она тоже может способствовать развитию сколиоза но ни одна из этих причин не является основной может ли сколиоз появиться у взрослого человека у взрослой категории пациентов может возникать так называемый дегенеративный сколиоз он возникает вследствие изменений в позвоночнике позвонках в связках которые фиксируют позвоночник если они расслабляются если они если происходит дегенерации сустав которые соединяют между собой позвонки то может возникнуть возникать искривление в данном случае тогда в основном на первый план выходит симптомы такие как боли синдромы защемления нервов мышечные выливые синдромы и так далее также у взрослых людей может прогрессировать сколиоз который был допустим диагностирован в более молодом возрасте не все сколиозы сколиозы высоких степеней выше 30 градусов выше 35 градусов обычно и после 18 20 лет могут прогрессировать не так сильно как раньше но все же прогресс может быть также у женщин в период беременности независимости от возраста может наблюдаться прогресс сколиоза это связано с гормональными перестройками с тем что связки и мышцы становятся более эластичные более податливые и плюс увеличивается естественно давление на позвоночник в связи с беременностью но 8 часов в сутки мы спим или должны спать по крайней мере это 30 дня и это слишком много как правильно спать чтобы не развелся сколиоз контролировать свою осанку во время во время сна мы скорее всего не сможем и это в принципе невозможно есть общие рекомендации для здоровья позвоночника к этим рекомендациям относятся не спать лицом вниз на животе потому что в данном случае позвоночник остается практически без опоры особенно поясечная часть это может приводить к различным проблемам дальнейшем также лежа лицом вниз обычно голову поворачиваем либо вправо либо влево и надолго дат человек так засыпает это тоже может давать определенные боли в районе шейного отдела есть также рекомендации использовать ортопедическую подушку для шеи которая повторяет естественную кривизну шеи лордоз и также по отношению жесткости матраса желательно на мягком матрасе не спать это должен быть матрас средней жесткости от средней к высокой то есть с большим числом пружинных рядов я сама очень сильно не люблю моду на большие сумки потому что я автоматически заполняю всю сумку до краю как вот эти тяжелые сумки или тяжелый груз который люди берут в одну сторону скорее всего в правую может повлиять на появление сколиоза до большие сумки бывают очень удобные но на самом деле пациентам со сколиозом и в принципе для поддержания биомеханики правильной осанки односторонняя нагрузка позвоночника нежелательно и в принципе запрещено то есть пациентам со сколиозом мы запрещаем носить сумки на одном плече мы предлагаем перейти на рюкзаки детям особенно дети студенты но и взрослые люди тоже могут пользоваться рюкзаком в европе это очень распространено в частности в германии взрослые люди они в смысле скорее пользуются рюкзаком нежели сумкой это удобно это сохраняет мех биомеханику позвоночника так что это можно взять на вооружение плюс имеет значение вес сумки особенно для детей вес портфеля рюкзака не должен превышать 10 процентов от массы тела ребенка у взрослых согласно исследованиям более 17 процентов от массы тела уже дает значительные изменения на осанку и на позвоночник как дела обстоят с каблуками ну каблуки конечно дают дополнительную нагрузку и на позвоночник на поясничный отдел заставляет женщину наклоняться вперед но в общем без каблуков на плоской подошве тоже ходить нежелательно желательно иметь каблучок размером с двух до четырех сантиметров он идеально подойдет для каждодневного ношения могут ли появиться какие-то другие проблемы из-за сколиоза сколиоз на начальных этапах практически ничем кроме искривления кроме косметического дефекта себя не проявляет причем чаще всего визуально родители или близкие могут заметить это когда сколиоз достигает уже второй степень 3 степень и так далее то есть практически из пациентов которые к нам обращаются очень мало тех кто приходит на начальном этапе до с первой стати по мере прогрессирования сколиоз может вызывать более грубой деформации деформации грудной клетки уменьшается ее объем это соответствии соответственно нарушает нормальную работу сердца дыхательной системы кишечника может вызывать укорочение конечности и другие неприятные ситуации поэтому и нужно диагностировать на раннем этапе чтобы не допускать таких деформаций а иногда родители торопят своих детей в развитии вот уже соседский ребенок сидит а мой нет вот они пытаются посадить насильно ребенка чтобы он сидел как это действует на позвоночник ребенка развитие ребенка происходит согласно этапами да и каждый этап идет дальше в зависимости от того готов ребенок к нему или нет принципе сидеть ребенок должен по графику между шестью месяцами и девятью в этом промежутке времени считается что ребенок же практически к этому готов торопить ребенка не нужно желательно чтобы к этому пришел после этапа ползания потому что ползание само по себе очень хорошо подготавливает а мускулатура ребенка к дальнейшему сиденью да так скажем если ребенок не хочет ползать или же родители есть которые не хотят чтобы их ребенок полз потому что ходя по полу да он естественно найдет что-то что уже там на 5 лет потерялась он это найдет попытается попробовать на вкус это понятно если не хочет не хотят родители чтобы это происходило тогда хотя бы пусть выкладывать ребенка на животик на животике он старается прогнуться старается достать игрушки это тоже хорошая гимнастика для спины и подготавливает мускулатуру спины для дальнейшего сидения если у ребенка все хорошо нет никаких неврологических проблем нет никаких ортопедических проблем но в 6 месяцев он пока не сидит нужно просто дать ему возможность решить когда он соберется и делает это сам сам себя вы сертифицированный шрот терапевт барселонской школы сколиоза как в европе лечат сколиоз в принципе проблема сколиоза проблема неправильной осанки она актуальна по всему миру в европе есть барселонская школа широт терапии широт терапия на сегодняшний день является основным стандартом безоперационного лечения сколиоза широт терапия это специальная система упражнений которая призвана коррегировать искривление коррегировать сколиозную осанку потому что при сколиозе не только происходит искривление позвоночника но и в соответствии с этим искривлением человек принимает сколиозную осанку который еще более способствует прогрессированию искривления в этой терапии еще предусмотрены специальные дыхательные движения дыхательная гимнастика так как при сколиозе оба легких вентилируются не одинаково специальные дыхательные упражнения которые помогают добиться большей лучшей вентиляции и соответственно тоже принимают участие в коррекции искривления а насколько вот спорт помогает он помогает во всех случаях или нужно добавить массаж к примеру спорт если мы имеем ввиду лечебную специальную лечебную гимнастику это основной метод лечения массаж не относится к основному методу лечения он способен убрать временно спазм с мышц он убирает спазм но так как причина этого спазма остается через некоторое время мышцы опять впадают в это же состояние лечебная гимнастика является основным методом лечения в частности широт терапия но и уже в далеко зашедших стадиях когда сколиоз уже переходит допустим до градус 50 градусов когда он не поддается консервативному лечению тогда уже прибегают к хирургическому вмешательству и что происходит если хирургическое вмешательство происходит если происходит хирургическое вмешательство тогда искривление корригирует с помощью специальных имплантов но это достаточно сложная операция сложная операция и по части объема и по части травматизации по части последующей реабилитации естественно если есть возможность лечить без операционным эту возможность нужно использовать а насколько реально остановить сколиоз гимнастикой и допустим и даже если массажем во всем мире лечение сколиоза сводится к предупреждению прогрессирование искривления и естественно чем раньше поставлен диагноз сколиоза чем раньше начата лечения тем больше шансов получить положительный результат в ряде случаев если позволяет возраст пациента если позволяет искривление даже удается получить снижение градуса искривления это эти данные есть и у нас нашей практике и во всем мире но это не то что мы можем обещать пациентам мы всегда пациентам говорим мы должны остановить прогрессию потому что у кого-то может спуститься градус у кого-то может остаться как есть а у кого-то может несмотря ни на что прогрессировать поэтому основная цель лечение сколиоза это предотвращение прогрессии искривления иногда прописывают еще и корсеты как вы к ним относитесь и какие лучше корсеты выбирать корсеты да по показаниям прописывается при сколиозе тоже но самого начала хочу отметить ни один корсет не прописывается без лечебной гимнастики почему потому что корсет это не навечно это временная мера и когда мы корсет снимаем наши мышцы сами должны удерживать спину наши мышцы сами должны уметь работать если за время ношения корсет они абсолютно разучились что-то делать дальше будут проблемы поэтому когда мы назначаем корсет это всегда идет вместе с лечебной гимнастикой есть разные типы корсетов которые назначаются при сколиозе в основном это корсет шино бостонбрейс модификация ри гошина корсеты и в ряде случаев если как такового сколиоза нет есть только проблема с осанкой можно временно назначить корсет который только коррегирует осанку позволяет приучить на свои мышцы к тому чтобы ровно себя держать но опять-таки это временно и это идет только вместе с лечебной гимнастикой как я понимаю если наши мышцы позволяют то наш позвоночник не будет искривляться если они достаточно сильные мышцы но это думаю что спорт поможет нам укрепить наши мышцы какой вид спорта вы считаете более такой правильные для позвоночника ни один из видов спорта за исключением специальной лечебной гимнастики не способен вылечить сколиоз есть только виды спорта которые могут удержать мышцы в сильном в тонусе в состоянии когда они сильные крепкие но здесь классические конечно обычно советуют плавание причем плавание на спине дальше если нет возможности заниматься плаванием естественно опять это лечебная гимнастика чего нельзя делать при сколиозе при сколиозе как мы уже отметили выше нельзя нагружать односторонне асиметрично нагружать позвоночник это может способствовать прогрессии прогрессии сколиоза если мы говорим о спорте о видах спорта которые разрешены или нет опять-таки асиметричные виды спорта такие как например теннис они нежелательны при сколиозе далее как бы это ни было может быть удивительно не звучало но художественная гимнастика в том числе может способствовать прогрессии сколиоза за счет асиметричного использования мышц там есть упражнения с лентой упражнения с мячиком там есть тренировки которые могут ослабить и без того слабые мышцы и спазмировать и без того спазмированные до мышцы из-за этого это мировые данные они говорят о том что пациентам со сколиозом художественная гимнастика не рекомендуется а что будет если не лечить сколиоз и оставить его без внимания особенно если речь идет о ребенке сколиоз у детей имеет склонность к прогрессии как мы опять сказали есть риски того что деформация достигнет высоких степеней высокие степени сколиоза могут провоцировать сбои в работе сердечно-сосудистой системе сердца легких могут давать опять-таки проблему укорочения одной конечности ну и как минимум это эстетический дефект и боли боли тоже частый сопутник спутник сколиоза так скажем потому что при сколиозе часть мышц бывает ослаблена часть может спазмирована дисбаланс создает поставлен источник для болей то есть на определенных степенях сколиоз может давать болевые синдромы тоже спасибо за то что пришли к нам в студию спасибо большое за приглашение я надеюсь было интересно спасибо зрителям всем кто смотрел всем кто не смотрел всем здоровья спасибо еще раз хочу отметить что на наши вопросы отвечала физиотерапевт и реабилитолог сайда киримова не болейте спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!